И осуществляет разрешенный судом фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио-телевидению. В информационной телекоммуникационной сети интернет они должны нарушать установленный судебный заседание порядок. Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судовом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Судья нарушает федеральное законодательство. Так называемое. Рассмотрите отвод немедленно. Дмитрий Владимирович, вы голос не поднимаете. Вы нарушаете, сейчас третий отвод пойдет уже. За нарушение еще одного федерального законодательства. Не надо делать липс, что вы не понимаете конституционных правов. Так называемое. Это плохо. Вы можете на относительскую часть. Так называемое. Нет. Вот сейчас нарушается третье федеральное законодательство. А уже третье. А уже третье. А уже третье. Так называемое. Но являются ли они выше юридически значимыми. Так называемое. Если являются ли они выше конституцией, ваши правила поведения. Сукурсовное право нарушает. Так называемое. ...ненужно, что я не могу участвовать в рассмотрении административного дела, который может ждать воду, если имеются длинные, то есть снова на участке первого предстоящей статьи обстоятельства, которые могут вызвать соединение природных власти и госпитальственности. Административный инфестент, имеется ли хозяйство обвода у вас? Да, конечно. В производстве судей... Спасибо, я всегда. Самым недвусмысленно намекаем на то, что в данном кабинете не может идти речи о право судей. Тем самым судья прямо демонстрирует не скрывать свои отношения к закону, предпочитая нарушать законы. Проведение судей Калядина свидетельствует о том, что судья игнорирует установленные законы древния и намеренно нарушает право тех, в отношении кого он призван осуществлять свою профессиональную деятельность. Свидетельствует о неспособности судей выполнять возложенные у него функции, которые признаны незаконными, о прекращении производства, которое было признано незаконным, о восстановлении заявления бездвижения, которое также, как и два вышеперечисленных, было признано незаконным. И руководствуясь исключительно личным внутренним убеждением о том, что седозвольность и независимость судей понятия тождественны, судья Калядин пытается внушить общественности ощущение беспредельности. Кому какие-либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательства, стоит, конечно, подыскать другое место применения своих знаний и сил. Ввиду изложенного выше не желаем, чтобы в дальнейшем дело рассматривал судья регистровского суда Калядин. Да, у меня заявление в отводе по новому основанию, в начале судебного заседания суд, так и не прекратил нарушать федеральный закон, вот по тому основанию, что суд запрещал собирать информацию, путем запрещения вести видеосъемку. Давайте все-таки определимся. Давайте сначала по оплоду определимся. Извините. Вы хотите вести видеосъемку, соответственно, наверное, вы должны к суду обратиться в этой связи. Нет, не должен. Я хотел бы уточнить, что конституционное право является неотъемлемым, а обращаться по нему я никому не обязану. Что засчитывал очень подробно правила поведения. Тогда прошу разъяснить, вы не уважите. Вы меня не прерывайте, пожалуйста. Тогда я прошу разъяснить. Вы, пожалуйста, уважительно относитесь к участникам. Я вас слушаю. А вы не желаете слушать ни суд, ни окружающих вокруг вас. Давайте. Мы вернемся к самому началу. Не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем сейчас. Не надо делать вид, что вы не понимаете о конституционных правах. Так же я вам заявляю. Да, уважаемый Владимир Владимирович, давайте вернемся, помимо вашего нового отвода, к тому, что вы делаете в судебном заседании. Вы желаете, насколько я понимаю, вести видеосъемку. Нет, вот сейчас нарушается третье федеральное законодательство. Отвод рассматривается немедленно, без всяких там ярких, без всяких рассмотрений других ходатай. Вы нарушайте. Сейчас третий отвод пойдет уже. За нарушение еще одного федерального законодательства. Рассмотрите отвод немедленно. Денис Владимирович, вы голос не поднимаете на меня. А вот как я могу донести, давай? Это первое. Конституционное право нарушает. Денис Владимирович, ну что у меня возникает впечатление, что вы сейчас нарушаете порядок судебного заседания. Я вам делаю в связи с этим замечательно. Хорошо, я прошу разъяснить, является ли порядок судебного заседания выше юридических значений, чем суммуниатемных права граждан. Прошу разъяснить. Я вам только что разъяснил ваши правила поведения в суде. Я их не понял. Это очень плохо, что вы их не поняли. Это плохо. Я прошу разъяснить. Это очень плохо. Я прошу разъяснить, являются ли они выше Конституции в ваших правилах поведения в суде. Это не мои правила поведения в суде. Это правила, которые установлены кодексом, то есть законом. Закон данный соответствует Конституции Российской Федерации. Но является ли он выше юридически значимым? Комменем достаточно того в данном случае, что он соответствует, потому что частный случай Конституция не наставляет. Я ставлю прямой вопрос. Мне непонятно, является ли правило юридически выше, чем Конституция. Это прямой вопрос, вы не даете прямой ответ. Я вам должен давать ответы? Конечно, разъяснить права это ваша обязанность. Я желаю, чтобы был рассмотрен отвод. Отвод, ваше рассмотрение, не подожди. Вот нарушение федерального закона. Поскольку отводы уже рассмотрены, вы не заявляете никаких вновь возникших оснований. Я вам еще раз говорю. Прибодят тех, которые вам стали известны. Вот они стали известны, что суд нарушил федеральный закон. Мне в судебном заседании стало известно, что судья нарушает федеральное законодательство. Это прямой факт. Он подтвержден. А ваша оценка? Ну, так и моя оценка. Которая влияет на мое отношение. Как раз это и является обстоятельством и основанием отвода. Поскольку отвод был уже рассмотрен. По этим основаниям не было рассмотрено отвода. Только что прозвучало определение, в котором видеорема... Прекратите, пожалуйста. Пожалуйста. Когда зашло, мы сейчас настояли. Когда мы с ним просто... Нет, мы настояли рассмотрение. У меня все отводы по рассмотрению рассмотрели. Субтитры создавал DimaTorzok